Все еще тестируют. В Караганде пробуксовывает окончательный запуск системы электронного обелечивания. Из 200 тысяч пользователей общественным транспортом только 23 тысячи приобрели карты. Кто или что мешает переходу на безналичный расчет, разбиралась Ирина Вобещевич. Не купила еще. Планирую. Беглый опрос сегодня на одной из остановок города показывает, что люди неактивно пользуются картами электронного обелечивания. Ну вот, смотрите, не пользуется. 23 человека всего. У меня времени нету, девушка. Время-то плохо внедряется, да? Да. Почти не внедряется, плохо внедряется. Вот, 23 человека всего. А между тем, еще 15 сентября в Караганде внедрили систему электронного обелечивания «Правда» в тестовом режиме. Еще 1 октября планировали систему запустить окончательно, но этот срок постоянно переносится. На сегодня только 23 тысячи карагандинцев из планируемых 200 тысяч приобрели карту. Но и тот, не все торопятся приложить ее к валидатору. Закончится наличкой, тогда у меня деньги на карте будут, тогда я буду пользоваться карты. А так, пока за наличку еще принимают, я езжу за наличку. Вот, пожалуйста, билетики. Вот, билеты работаем. Вот, пожалуйста. А так плоховато, конечно. Это же мало, 60 человек всего в день. А план-то 60 тысяч. 60 тысяч в день? Да, в день. До всех пор налички. Вот говорят, что кондукторы специально не дают, а там отключают, допустим, водители, валидаторы, не дают пользоваться карточками, заставляют наличкой платить. Нет, карточка есть. Ну, мелочь у вас. Ну, вот процент какой за день, допустим, сколько карточкой пользуетесь, сколько наличкой? 30. 30 карточка. 35 карточка. Ну, то есть мало? Да, мало. В редакцию поступают жалобы от карагандинцев, которые встречают сопротивление от кондукторов по электронному обелечиванию. Те настоятельно рекомендуют расплачиваться налом. Порой и валидаторы оказываются отключены. Да, были такие моменты, мы выявили, так как в наших автобусах установлена система видеонаблюдения, мы с помощью этого видеонаблюдения узнали этого кондуктора, провели уже беседу с этим кондуктором. Эти моменты мы уже устраняем. Но не мы работаем с кондукторами напрямую, поэтому есть такие некие проблемы, так как после официального запуска число кондукторов, не все, конечно, число кондукторов переведутся в контролеры, так как они лишатся работы, поэтому есть такая проблема. Но не только кондукторы виноваты, что система больше двух месяцев работает все еще в тестовом режиме. К примеру, до сих пор не отлажены механизмы пополнения карт. Домежан, только туда идти, остальные майку-дуки тоже очень проблемные пополняют. Ну, можно там пять тысяч закинуть и можно ходить, но каждый раз закинуть вот это сложновато. Не везде можно пополнить баланс. Люди считают, что цена на смарт-карту завышена. Да и в продаже все еще только два вида карт из четырех. Стандартные и детские есть, а вот пенсионных и социальных так и не предоставили. Пользуйтесь этой системой, карточками? Пенсионерам еще нет. Вот я сколько обращаюсь, вот захожу, говорят, пенсионерам еще нет карточек. В компании «Смарт-карт» обозначили новую дату перехода к окончательному вводу системы. Это середина декабря. Тогда обещают решить все проблемы. Сейчас мы ведем переговоры с компанией «Каспи» на стадии интеграции. И в середине декабря, примерно числа 20-го, мы уже внедрим пополнение через «Каспий». В середине декабря обещают, появятся карты социальные и пенсионные в продаже. А вот о сопутствующем окончательному вводу в дифференцированном тарифе пока молчат. Напомним, что стоимость за наличный расчет должна стать больше. Этот момент зависит не от нас, зависит от города. Как только будет это все одобрено, мы внедрим. Ирина Вобещевич, Оксана Митюхина, Владимир Меселюк, 5 канал.